Любителям вкусных и полезных перекусов для детей и взрослых, хочу рекомендовать обратить внимание на это весьма простой вариант, как приготовить батончик мюсли в домашних условиях. Овсяные хлопья соедините с кокосовой стружкой и выложите на противень. Распределите ровным слоем и отправьте в разогретую до градусов духовку минут на 10-1. Не оставляйте их без присмотра, хлопья не должны гореть. Помешивайте каждые 2-3 минуты. Что касается добавок, то вы можете использовать все, что вам по душе. Теперь можно заняться сиропом. Для этого в сотейник отправьте коричневый сахар, сливочное масло, мед, щепотку соли и ванильный экстракт. На медленном огне растопите все, чтобы сироп был однородным. В глубокой мисочке соедините хлопья с кокосовой стружкой и орешки с сухофруктами. Влейте сладкий сироп и все как следует перемешайте. Подготовьте противень, застелите его фольгой. Промажьте немного маслом, выложите смесь, плотно прижимая и ровняя руками. Если вы используете шоколадные дропсы, то распределите их сверху. Далее возьмите пергамент и накройте им смесь. Сверху установите пресс и оставьте все как минимум на 3 часа. За это время сироп полностью остынет и пропитает хлопья. После аккуратно уберите пресс и бумагу. Острым ножом нарежьте порционными кусочками. Один вот и все, теперь вы знаете, как приготовить батончик мюсли в домашних условиях. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится.